Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Прошу вас при всей повазе, чтобы они поделились, что они знают, что они еще не знают, потому что маленькие. Но именно такими походами с родиной так же формуется человек, так же формуется гражданин государства. Поэтому это правильно. Я пытаюсь найти время, повезти детей в музее. И в этом музее мы были, и в музее авиации, и в других, и в Миколаеве были в декольких музеях. Потому что дети с маленькой должны понимать, что люди сделали раньше, что они делают сегодня, и какой должен быть не только историей, а и будущей каждой страны, и нашей страны в первую очередь. А что больше понравилось? Вы знаете, уникальность, деякие аспекти истории я знаю. Я люблю историю, а сподобалось, навіть не сподобалось, дивувало, на 99% співпадения облич людей, которые находятся в этом зале. Причем я сейчас говорю про тех, кто сегодня еще поруч с нами, працюет, працюет на користь государства. И, скажем так, я видел много такого, я еще не видел. Кравчук, я знакомый с первым президентом Украины, очень похожий, вы, я уверен, это тоже увидели. Чорновил, Джамала, исторические персонажи, они уникальны. Я уверен, камера не сможет передать все те маленькие детали, которые отображены тут. Но я уверен, что это как раз и будет стимулировать людей прийти и посмотреть вживую. Спасибо. У вас наступное вопрос, я хочу сказать, скажите, пожалуйста, что для вас это национальности, как вы думаете, что может быть у вас? Я уверен, что то, что нас объединяет, очень много вещей. И спульная история, которая изображена в этом музее, так же. И спульное будущее. Меня больше турбуют другие, что находят, иногда политики находят, чтобы разделить общество. И это проблема, которую мы ждем достаточно часто и достаточно довгий промежуток времени. Поэтому тут, мабуть, не в словах будет заключаться то, что для тебя государство, то, что для тебя национальная идентичность. Потому что можно много про это говорить, хорошо говорить, но это не всегда будет соответствовать действительности. А я думаю, что как раз твоё восприятие государства, твоё восприятие майбутнього государства, твой вклад, насколько ты можешь это сделать. Кожна людина его делает. Кожна. И в политике, и те, кто работает на заводе, и те, кто работает в этом музее, они также докладывают усилия для того, чтобы эта государство развивалась. Это действительно подтверждение того, что ты работаешь на пользу своей батьевшины, на пользу своей будущей государства. Я не совсем понимаю формулирование национальной идеи. Национальная идея – это мирная, это счастливая, это успешная, это развитая государство, в которой мы должны все жить. Но это идея будь-якого громадянина, нормального громадянина, который живет в стране. Не главы Верховной Ради, не народного депутата, а будь-якої людини. И главное, что все, что ты делаешь, ты делаешь щиро и отверто. Спасибо. Я, когда находился в последней комнате с вами, я хотел задать вопросам авторам музея, а дальше куда будут двигаться, потому что это пока остальная комната. Я понимаю, что в ней еще есть место для многих постателей. И тут, мабуть, мы пошли до начала независимости. Но там есть и Кузьма, но там есть и Джамала, также люди, которые вклали своих усилий в популяризацию и развитие нашей страны. Я уверен, что есть еще много личностей, которые могут претендувать на то, чтобы быть в этой комнате. И я уверен, что есть много возможностей для того, чтобы продолжить развивать именно этот музей и другие музеи. Но я думаю, что будет некорректно, если я сейчас начну переходить на призвища конкретных политиков, митцов, громадских деятельностей. Это будет неправильно, с моего боку. Еще есть вопросы, коллеги? Отже, дякуймо за уважение. Дякую. Продолжение следует...